СИМ По кровам густой уральской тьмы загорелась маршрутка, в которой находились 19 пассажиров и, разумеется, пилот. Два десятка душ катились из поселка Верхний Киги, что на северо-востоке Башкирии, в Стольную Уфу. Общая длина маршрута 240 километров и часть его пролегала по просторам Челябинской области. Известно, что маршрутка была на базе микроавтобуса, который до такой степени люто обгорел, что даже его порода не сообщается. В общем, опалился по ходу до неузнаваемости. Но очевидно, что это был очень большой вместительный микроавтобус, коль скоро в него вошло 19 пассажиров. Когда маршрутка выбралась на федеральную трассу М5 Урал, около города Сим случилось нечто, и микроавтобус заполыхал. Ну, вероятно, под капотней что-то коротнуло. В этот момент можно было бы банально сказать, все 19 пассажиров находились в сознании, потому организованно, без паники, покинули транспорт до того, как маршрутка полностью объялась пламенем. Да по итогу так оно и получилось, но один из пассажиров поведал в соцсетке дичайшую историю. Дескать, он рано утром, читай, ночью сел в маршрутку и сразу же заснул. Проснулся от духоты в салоне и увидел, что микроавтобус полыхает, и уже почти все пассажиры высадились в поля. В маршрутке остались только он и медленная бабуля. Он, как капитан, покинул тонущее в огне, судно последним, и завершил свой рассказ страшными словами. Что, мол, никто его не разбудил. Ну, то есть пафос такой, что если бы он сам не проснулся от дыма, то сгорел бы в этой деянии заживо, вместе с ТСом. Ну, сложно сказать, сгорел бы или о нем все же вспомнили бы другие пассажиры. Хотя по кипишу, конечно, могли его и забыть. Но если человек сам покинул горящую маршрутку, он логично полагает, что и все остальные тоже выйдут. Ну, в общем, по концовке все успешно спаслись, а через некоторое время на место воспаления примчались огнеборцы Ашинского пожарно-спасательного гарнизона и полыхающий скелет микроавтобуса замочили. Ну, а 19 пассажиров остались в Патьмах ждать другую маршрутку. Что, угораешь, что ли? Сейчас пойдем вон туда, в кафе. В кафе пойдем, что-нибудь будем здесь стоять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!